Кого не хотели хоронить в пределах кладбища и на чьей могиле не хотели ставить кресты, поговорим в этом видео. Дручьи христиан интересуют, кому не ставят крест на могиле. Таинство смерти много веков подражат наши умы, и все погребальные обычаи и обряды люди стараются соблюдать, чтобы помочь уже умершего отойти в загробный мир. Иногда священники отказывают крещеному человеку в праве быть похороненным по православным канонам. Раньше поступали еще жестче. Хоронили за церковной охраной на несвященной земле, чтобы могила быстрее сгладилась и исчезла из памяти людей. Кресты на могилу не ставят тем людям, которые являются крещенными, но на протяжении всей своей жизни не признают православную веру. Весь крест на могиле православного не просто свидетельствует о конфессиальной принадлежности. Он означает надежду на воскресение из мертвых и вечную жизнь с Христом. Но существовал ряд людей, кому крест после смерти был не положен и утоплен. И сейчас РПЦ не отпевает и не поминает людей, которые свели счеты с жизнью. Это считается одним из самых страшных грехов. Ведь этим поступком человек отказывается от Бога, полагая главной собственную волю. Самоубийством крещеный человек извергает себя из церкви и отдает душу дьяволу. Креста на могиле самоубийц не ставят, в храме не поминают. А единственная молитва, которой за него можно молиться – поминание дума, келейна. То, что религия не одобряет самовольного ухода и жизни – это ясно. Самоубийц даже на кладбище не впускали, храня их за оградой, да еще и без креста. Но почему в эту категорию попали утопленники? Смерть на воде – это же не суицид. Таких от души жалели. В советское время, возле кладбища, можно было увидеть специальные участки с безымянными могилами. В них покоились утонувшие люди, которых никто не опознал. Но это в те времена, когда причащение было необязательным. С древности на Руси священнослужители серьезно относились к таким случаям. Несчастный, скинувший в пучине вод, погибал без причастия. Более того, было совершенно непонятно, какое у него вероисповедание. Поэтому и хранили бедня, списали в местах, а на могиле не ставили крест. Когда не было возможности передать тело властям, крестьяне просто переносили неудачного пловца как можно дальше, от населенного пункта, и засыпали его землей, песком, а то и просто различным мусором. При этом выполнялись различные ритуалы, которые, на самом деле, с большой вероятностью относились к языческим. Их назначение было в том, чтобы не дать покойнику встать, так как страх перед утопленниками в народе был достаточно сильный. Ведьмы, колдуны, гадалки, травницы. На Руси не проводили отпевания целителей, которые лечили травами и использовали заговоры. И не принято было ставить крест на могилу тем, кто имел отношение с нечистой силой. Такая участь постекала колдунов, ведьм и гадалок, которые изучали ритуалы язычников и не каялись за свои поступки. Относится это и к современным магам и чародеям, пусть даже они сами считают себя православными и размещают в квартирах иконы. В народе искренне полагали, что гадалка или колдун знают столько по одной причине – продали душу дьяволу. Они не могли рассчитывать ни на какие пощады после смерти. Без отпевания и креста хоронили и травниц, поскольку те часто прибегали к заговорам. Во времена Ивана Грозного даже законодательно запрещалось копать коренья, так как считалось, что травы могут использовать колдуны для наведения порчи. Еретики Еретиков, человек, которого приняли анафеме, больше не являлся православным. И поэтому на его могиле крест не ставят. Тут надо уточнить, что на Руси было множество более мелких законных наказаний. Например, временное отлучение от церкви, запрет Евхаристии на определенный срок или наказание в виде стояния в притворе храма, а не внутри. Все это должно было привести человека к покаянию. К анафеме прибегали очень редко, и даже после смерти ее могли снять из-за новых обстоятельств. Если человек не исповедует ни одну из свету известных религий и является поклонником теории эволюции Дарвина, то крест на могиле ставить не полагается. Театралы и лицидеи Прост-диакон Дмитрий Павловников указывает, что театр восходит корнями к языческим мистериям, которые несовместимы с православием. Поэтому, когда вопрос христианского захоронения касался театралов, скоморохов, шутов и плясуней, чьи выступления могли сопровождаться телесным или духовным блудом, церковь отказывала им в христианском погребении. Лицидеев не отпевали и не ставили крест на могиле. К мирянам, женившихся на актрисах, церковь относилась более терпимо. Преподаватель Игорь Николаевич Чистюхин в статье «Отношение христианской церкви к театру» пишет, что в РПС не существует канона, по которому хоронить актеров наравне со всеми было запрещено. Одержимые и умолешенные. Несчастные люди, страдающие психическими заболеваниями, считались одержимыми. Говорили, что их грех в том, что они отдали свой разум и душу нечистой силе. Поэтому на могилах таких грешников не было крестов. За одержимых принимали и душевнобольных. Людей с развоением личности, с шизофренией, с маниакально-депрессивным психозом. Сложно приходилось и эпилептикам. Ведь считалось, что припадок – это попытка дьявола взять душу человека. Если такое происходит с православным, значит, он продал душу бесам. И ведь действительно, эпилептики часто умирали молодыми вследствие припадка. Черт забрал. И ставить крест на его могиле было запрещено. Развратники и грешники. Грех и религия несовместимы. И прожженным грешникам крест на могиле был не положен. Иногда священник мог отказать в традиционных православных похоронах, пьянице или распутнику. Пьющие люди вообще сравнивались с самоубийцами. Ведь они добровольно сами употребляли алкоголь, коварную жидкость, способную убить душу и тело. Распутников, тех, кто не ценил семейные ценности, находился во власти похоти своей, ждал ад. О каком кресте могла идти речь? Хоронили в могилах без креста блудниц и продажных женщин даже в XIX веке, когда проституция была легализована. Без креста хоронили казненных преступников, убийц, насильников и самозванцев. Например, тело лжедмитрия было сожжено, а прав его развеян. Инородцы в могиле нюня, герритмитрия неизвестен. Продолжение следует...